Всем привет! Хорошее настроение! Здравствуйте, дорогие единомышленники! Привет всем зрителям нашего канала! Ну вот, ну вот, ну вот, наконец, настал тот долгожданный день и час, когда я, друзья, смогу с огромным удовольствием и послушать сам, и вам дать послушать что-то интересненькое. Как вы помните, замечательный человек Александр подарил мне вот такие потрясающие алюминиевые катушки с креплением типа AEG или AEG, как это правильно читается, то есть самый первый вид крепления для магнитофонов, изобретённый ещё в Германии, 20-х даже, по-моему, годов прошлого века. И вот такие алюминиевые катушки 22-е, номер 22, видите, они побольше, чем 18-е. Вот, на них, наверное, находилась плёнка тип 1B, коричневая такая, толстая, первая отечественная плёнка для бытовых магнитофонов, неизвестно, на чём записанная. Вот, я предполагаю, что это мог быть либо Днепр-третий, либо Днепр-пятый, потому что запись там однодорожечная на 19-й скорости. Вот на эти 500-метровые катушки, пардон, 22-сантиметровые катушки влезает всего 500 метров в этой толстой плёнке, потому что она действительно, ну, толстенная. Вот, первые плёнки, первые записи, на чём они писались, кто их писал? Я думаю, что люди, которые уже записывали, их уже, конечно, нет живых, увы, ах, вот. Но там я кусочками послушал на Олимпе, да-да-да, вот, немножко, скажем так, побезобразничал с его головками нежнейшими. Но слушать эти катушки я не мог, потому что у меня нет такого крепления на магнитофон. И вот замечательный товарищ из Твери, реклама на его канал у меня есть в предыдущем ролике, вот. Он прислал мне вот такие переходники с AEG на трёхлучевую звезду, видите, да? Вот так вот это выглядит. Я тут, правда, немножко поколхозил, зачем-то сделал крепежи, хотя это совершенно лишняя вещь, вот. И был настолько любезен этот замечательный человек. Я в прошлом своём обзоре давал, так сказать, информацию о нём. Вот, сейчас попробую ещё раз глянуть, так сказать, кто это у нас есть. Потому что, действительно, вот эти вот замечательные крепежи, замечательные переходники с AEG на трёхлучевую звезду, без них я просто не смог бы перемотать даже плёнку с этих катушек на 18-е. Вот. А 18-ых, скажем так, катушек для 22-ых, вернее, магнитофонов по 22-е катушки, которых головку не жалко под эту плёнку, у меня, к сожалению, нет. Вот, поэтому слушать мы сейчас их будем на Астре 204-й, уже будучи перемотанными на 18-е катушечки, друзья мои. Вот. Что я хотел сказать ещё, вот так сказать, по поводу вот этого нашего переходников. Вот. Это, значит, Сергей из города Звери. Сейчас покажу вам его страничку. Вот. Ещё разок. Так вот, Сергей НАП катушки AEG. Вот, две штуки у него заказал. Вот, видите, вот эти вот НАПы. Переходники на AEG, вернее, с AEG на трёхлучевую звезду. Помимо этого, Сергей делает ещё кучу всевозможных переходников, в том числе НАПы под километровки катушки. Вот, в Твери, значит, телефон его сейчас. А, ну, тут, в принципе, телефон будет показан неправильно. Вот, объявление можете найти по вот этим данным. НАП катушек AEG, две штуки. И вот этот Сергей, скажем так, товарищ замечательный. Он был настолько любезен, что после того, как я в прошлом ролике показал, его адаптеры, вот, он мне подарил ещё бесплатно совершенно четыре вот таких адаптера, вот, и два НАП адаптера, которых у меня тоже нет на километровке катушки. Ну, ладно, это всё introduction, так сказать, теперь перейдём от слов к делу. Вот такие вот катушки у нас были вот в таких вот коробках, которые ещё ждут своей реставрации, друзья. Лента магнитная, самая первая отечественная бытовая для магнитной записи тип 1b с фабрики номер 3 города Шостка. Дата выпуска плёнки 59-й год, 500 метров, так что, я думаю, вот, 50-х, начало 60-х годов эти записи, вот, было три коробки, три катушки и две этих были с плёнкой. Вот, как я уже вам сказал, я их смотал на 18-й катушке, что было, можно слушать, вот, на этой замечательной Астри. Есть у меня в коллекции такой магнитофон. Сейчас мы его откроем, он сразу включится, тут хитрая система, включаешь, снимаешь крючку, магнитофон включается в сеть. Здесь как раз есть 19-я скорость, это Астри 4, переделана на 19-ю скорость, это вообще экклюзивный магнитофон. У меня есть в канале обзор про него, совершенно случайно он мне достался, такой интересный, с множеством прибамбасов, включая внутренний кулер-вентилятор. В общем, потрясающий аппарат, потрясающий, ламповый. И мы сейчас, друзья, с вами, вот, как я уже сказал, перемотал на 18-й, одна, 18-й мне досталась, просто попалась, просто замечательная, такая же старинная, тоже ГУПП фабрика номер 3, шостка, длина 350 метров, но это 18-я же катушка и под звезду, и под звезду. Вот у меня с каким-то магнитофоном пришло несколько таких катушек, вот, плёнка на них, на некоторые была совсем негодной, пришлось выкинуть. Вот, посмотрите, вот, тоже алюминиевая, вот, есть уже намотана вот эта плёнка, которая была на тех катухах, вот, сравните. В принципе, да, это вот 22-я, редкая, редкая, редчайшая Днепра, а это вот 18-я, это уже, а, пришли они ко мне с магнитофоном маг 56, по-моему, да, или с реверсивной мелодией, не помню, но не суть, обзор в канале у меня на эти катушки тоже имеет место быть, но сейчас здесь уже другая плёнка, вот, как вы понимаете, здесь запись однодорожечная, то есть играет только в одну сторону, переворачив катушку, ничего не получится, играет в одну сторону, потом нужно перематывать обратно, слушать её сначала, во всю ширину плёнки, вот эта запись выполнена, поэтому, друзья, что там записано, я тоже не знаю, что-то такое зарубежное, я так полагаю, что весьма по тем временам не приветствовавшиеся официальными, так сказать, органами просвещения, вот, и мы сейчас с вами послушаем, а Шазам нам в помощь, попытаемся определить, что там всё-таки написано, ну, ракорд я уже сам приклеил, конечно, так, вставляем плёночку, так, здесь такой хитрый механизм автостопа, вот, вставляем, 19-я скорость у нас стоит, ну, и что, попробуем запустить, так, громкость, тут аж три тембра регулятора у этой авто, как-то всё хитро взял, а вот эта скорость переключается, поехали, о, почему-то конец какой-то песни оказался, Низы потрясающие, Низы потрясающие, Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что, друзья, пока остановимся на этом, я хочу сказать, потрясающие записи. Это твист какой-то, может быть даже чубичекер, я не знаю. Чтобы не делать обзор громоздким, я на этом первую часть обзора прерву, чтобы не было много времени вашего занято. Вы представляете, блин, судя по состоянию этих вот коробок, да, они где-то хранились, в сарай, в гараже, бог знает, все размокшие, все покрытые вот такими вот ужасом. И на них была вот эта пленка вся в пыли, в грязи, я ее немножко очистил, так сказать, от продул, протер. Господи, сколько лет, сколько лет, даже возьмем 60-й год, допустим, 40 плюс 20, 60 с лишним лет этой пленки, этой записи, она целая и довольно достаточно хорошо ее слышно, судя по воспроизведению, друзья, потрясающе, потрясающе. Вот, это живая история, прямо, не знаю, трепещу, когда я к ней прикасаюсь даже, кто-то когда-то записал. И ведь записи, согласитесь, такие, ну, совершенно не соцреализм, как бы, они, думаю, не приветствовали это не официальной пропаганды абсолютно, то есть это какая-то вот такая диссидентская тема, вот. Ну и кто, соответственно, мог себе позволить, да, либо дипломаты, кто за рубеж ездил, либо, скажем так, уж такие совершенно фанаты вот этой сей звукозаписи. В общем, с этого потом, пожалуй, еще музыку на ребрах писали, да, помните, на костях. Все, друзья, пока на этом откланюсь, тем более магнитофон что-то перестал играть, остановился, как вы видели, внезапно на самом интересном месте. Давайте ждем следующий обзор, пока-пока, всегда с вами Сергей.